просто класс класс высочайший класс вышло на выходе сочная внутри присыпать горячим соленому я старался чтобы присыпали силу странно тем не менее что на спрячь да супер за счет я вас и приветствую господа на своем канале сегодня мы будем готовить сома собственно того сумма которого я разделал предыдущем видео сегодня мы будем готовить в тандыре на гриле вот но по особому способу почему потому что сома собственно рыба жирная но для того чтобы вкусно получился нужно правильно что правильно замариновать совершенно верно поехали начинаем так ну первым делом если вы посмотрели предыдущие видео да я делал такие филешки такие достаточно большие вот и сейчас их нужно в первую очередь это посолить немного ошибся понятно дело что это не филе а стейковая часть но тем не менее берем соли и просто солим причем нужно нам это сделать очень хорошо тщательно высолить чтобы оно у нас было мясо соленое и так с каждым куском мы вот так вот выкладываем пока что соли можно не жалеть потому что рыба соли не боится как говорится поэтому если даже чуть больше будет не страшно рыба все впитает каждый кусок хорошо тщательно нужно просолить так и складываем в посудину ну вот шмат какой здоровенный перед этим кстати очень важно это его хорошо вымыть чтобы не было ни слизи ничего это нужно делать обязательно для strengel дополнительно проб Чтобы его подmyвать как так хорошо складываем и мелкие кусочки тоже тоже música девать тоже ну в связи осталось итак стейковая часть филешки наши стрейковые да Я это все засолил Теперь мы убираем это все на минут 30 в холодильник Для того, чтобы оно у нас чуть-чуть просолилось А пока мясо у нас в холодильнике Собственно в соме Или сом Палим тандыр Потому что для этого нам понадобится где-то часа два Для того, чтобы он хорошо, хорошо прогорел Так, ну а пока На сом в холодильнике Приготовим заправочку Точнее обвалочную часть так называемую Берем Где-то, наверное, ложки-три соли Я думаю, будет достаточно В крайнем случае, кто Подумал, что оно будет не соленое Может всегда соль добавить Комочки все разминаем В первую очередь добавляем Где-то Опять же Здесь у меня где-то килограмма три Где-то три Сома То есть где-то рассчитываем на эту часть Где-то чайная ложка перца черного Чуть больше Много не нужно Дальше Берем Пару чайных ложек укурмы Так, с верхом Пару чайных ложек хватит вполне Далее Зелень укропа Можно брать, конечно, укроп обычно Но я добавлю сюда сошенную зелень Где-то две столовые ложки С горкой Как-то так оно получилось Базилик Базилика тоже где-то Столовую ложку минимум нужно Еще базилика Вот так вот С верхом Поскольку, опять же, повторяюсь Три килограмма Почти три килограмма У нас рыбы Тмин Тмина тоже столовая ложка идет Больше не нужно И меленый лавровый лист Тоже столовая ложка Можно чуть больше Вот это все специи, которые идут у нас В нашу присыпку Так называемую Потому что мы будем Нашу рыбу присыпать То есть мы не будем ее Не мариновать, ничего Мы будем просто присыпать И сразу Да, кстати, сюда никаких Там масел Там прочего десятого Наливать не нужно Потому что Опять же То есть это будет Именно присыпочка Берем Панировочные сухари Грамм 200 где-то Ух, сейчас что-то будет Может и не будет Он уже собирается Очень долго Никак не соберется Панировочные сухари Ну, 200 грамм На это количество Хватит Все тщательно перемешиваем Нужно, чтобы это была Однородная такая масса Однородная масса Для присыпки Вот Можно, кстати, сюда добавить Еще паприки чуть-чуть Но паприку я добавлять не буду Потому что, в принципе Кукурузы Здесь хватит Либо, кстати, красные Красного перца Обычно можно добавить Сладкого Так Вот такая присыпка У нас получилась Супер Так, но я сейчас что-нибудь Придумал Потому что сейчас будет Наверняка какой-то Шторм, гроза Вот что нас ожидает Сейчас Я не знаю Что-то пройдет Оно мимо Или Или тут где-нибудь Осядет Посмотрим Ну, я надеюсь Что все-таки Оно пройдет Мимо Потому что Дождь обещали На завтра Так Прошел Ну, больше часа Наверное прошло Потому что тут В связи с погодными условиями Чуть-чуть Не сложилось Полежало Оно час Сейчас нужно нам Это мясо все промыть Всю эту рыбку Нужно ее Отмыть Смыть Соль Почему? Потому что Соль она взбивает Всякую вот эту вот Слизь И прочая десятка Которая есть на рыбе Вот И складываем ее В отдельную посуду Вот Надо хорошо его смыть Хорошо промыть Чтобы не было Остасков на нем Никаких абсолютно Ооо Класс Прям как это Прям как Красная рыба Реально Чекло слось Семга Ну семга Как это семга Так Все проделываем С этими кусками Если можно Хорошо нужно промыть Так Включí вода холодная все рыба помыта теперь приступаем к основу это маринад так но тем временем как бы там дыр уже почти прогорел закрываем подувал обязательно и ждем где-то минут пять-семь может быть десять для того чтобы там устаканилась температура а пока будем готовить наше блюдо кстати очень важное сообщение где как поймали мы эту рыбу я отвечать не буду где-то здесь до делать я буду это все на фольге на решетке решетка я проголю промыл все нормально делаем фольгу почему на фольге я объясню даже почему кстати потому что рыба рыба достаточно жирная для того чтобы она снизу у нас не подгорела и не сгорела сейчас мы проходим и будем выкладывать сюда рыбку прокалывая виткой вилкой дно вот так чтобы стекал жир потому что жир если не будет надеваться оно у нас просто как было снизу не будет подпечено поэтому делаем дырки поступаем следующим образом открываем рыбку наши стейки смачный стейк такое красавчик обволакиваем это все дело в этих самых специй сухарях полностью хорошо нужно волочь смазать это все полностью почему сухой вот это это называется овалка рыбы кстати по-научному это называется овалка нельзя чтобы оставалось очень много вот этих вот влажных мест так называемых нужно все чтобы она пропиталась специями все вот этот продукт выкладываем сюда на фольгу и кстати самое интересное я сейчас вот начну с больших кусков потому что большие куски не дольше жарятся во-первых вот следующую партию я буду готовить уже мелкие куски так хорошо очень хорошо нужно засыпать чтобы не было влажного места абсолютно все щели все вот эти вот все вещи мы засыпаем полностью этими сухарями наши приправы супер можно кстати в принципе это положить на сковородочку и даже без масла даже без масла на сухую это все приготовить но поскольку мы делаем это в тандыре то мы делаем именно так посыпаем высыпали вы макали это все хорошо соль тут специи кстати если нету сухарей то можно использовать обычную муку пшеничную либо кстати еще я использую иногда кукурузную муку кукурузную муку вообще это просто класс все вот так вот мы укладываем еще это можно кусочек положить красота просто шикарно просто шикарно вы такого реально не пробовали я советую попробовать потому что я это блюдо делаю уже не первый раз вот советую вам попробовать потому что но но вот так вот как то так все даем две-три минуты постоять так рыбу закрываем чтобы там мухи и прочее котики не резли две-три минуты ждем и потом кидаем там в тандыр теперь можно посмотреть огонь в тандыре утих это видно невооруженным глазом там одни угольки теперь можно ставить спокойно наши вот эти большие большие кусочки нашего сомика который было 6 килограмм и вот эти большие куски мы ставим где-то на минут 20 наверно маленькие умы чуть поменьше поставим где-то на минут 15 даже 10 ну короче 20-25 минут точно не должны жарить прошу прошло где-то полчаса где-то наверно минут 30 может 35 максимум одна штурма за 100 и он ой 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 красота красота не верны перекладываем нашу рыбу на блюдо нужно делать это аккуратно потому что горячо все она уже готова чувствуешь и готова подождать нужно четыре руки 2 ой лимон забыла лимон сейчас порежем 3 лично так но пока там едет лимон и прочее 10 сделала вторую порцию тоже и и отправим в тандыр так хорошо привет тоже маленькие куски круче да они меня будут жариться где-то минут 15 максимум 20 потому что но нереально поменьше хорошо их так в этих сухарях прочим вылакиваем и кладем на фольгу у вас просто классно запах вообще просто неимоверный ребята просто неимоверный запашок поэтому всем советую этот рецепт я считаю что он лучший из всех вот рецептов которые вот жарит там парить шкварит вот эту вот ну единственное что я из остального пуска сома скажем так приготовлю уху кто-то тоже будет видео скорее всего как я готовлю уху и сома а пока мы отправляем следующего этапа сюда собственно в тандыр да вот снова и снова мелкая партия пойдет у нас 15 вставляем 15 минут хватит и 20 прошло папарацци собираюсь так кто помогает будет ух ты что делаешь у нас получается красотень лимон принесли до супер мелкие кстати вот эти самые вкусные важно быть у меня видеть а сочно что толстые куски толстые кусочки они клади быстрее жарко я понимаю жарко мы тогда быстрее делать ты гром и гроза и проще ставь сюда лимончик лимончик мой короче вот так вот режем каждый себе как говорится кто захочет класс я захотела вас не все готово но если тебе понравился этот видос пожалуйста поставь лайк обязательно этого видео также обязательно пиши комментарии внизу поделись друзьями поделись этим рецептом потому что на мой взгляд это самый лучший рецепт приготовления сома на гриле кстати его можно делать как и в тандыре так и на гриле и на обычном костре вот поэтому как то так делитесь можете кстати написать еще даже комментарий по поводу как вы делаете сома это будет вообще великолепно но я с вами обращаюсь на сегодня все всего хорошего пока до новых встреч у нас Субтитры сделал DimaTorzok